про Modern Data Warehouse, что это такое, как с ним вообще жить, как его готовить и с чем его вообще едят. Прежде чем говорить немножко о себе, кто-то меня знает, кто-то не знает. Меня зовут Евгений Полоничко, я являюсь одним из спастчаптер-лидеров в Украине, часто выступаю на различных дата-комьюнити, это Львов дата-комьюнити, Ukrainian дата-комьюнити. Также я являюсь одним из, по-моему, у нас шесть MVP по дата-платформ и вообще один из семнадцати MVP по Украине. И работаю в компании Elix. Опыта работы, наверное, уже, я не знаю сколько, честно говоря, уже не семь, а может даже десять. В основном весь мой экспириенс — это все, что связано с BI-проектами, вне зависимости от SKR-сервера, вне зависимости от какой там вендор по данным, это уже как бы многим неинтересно, поэтому у меня в моей копилке проектов есть, как различные Microsoft-овские, также от IBM, от Google и тому подобное. То есть уже в копилке много очень проектов, которыми занимаюсь. Но основной мой стайк — это действительно Microsoft, потому что все-таки как-никак я связан с этой наградой MVP и некоторые вещи, которые используете вы в своих решениях, мы их тестируем, прежде чем они выходят дальше к нам на рынок и вообще их используют различные клиенты. И ищем различные баги, рассказываем про них и так далее. То есть много-много всяких обязанностей входит для MVP, причем что этот статус дается всего лишь на год, и каждый раз его надо на протвлении, его надо заслуживать. То есть надо выступать, надо рассказывать, надо участвовать в жизни Microsoft-комьюнити, вообще в жизни Data-комьюнити. Если у вас есть какие-то вопросы, либо вам нужна консультация, то есть я понимаю, что за вас и архитектуру проект делать не буду, но если что-то интересное попалось, если какой-то баг, либо что-то такое, чем вы не можете разобраться в майкрософтовской архитектуре, то в принципе здесь уже есть ссылки, то есть на LinkedIn, на Twitter, вы можете мне туда писать. Но я вам отвечу, конечно, но отвечу не сразу, возможно это будет через некоторое время, потому что у нас у каждого есть проект, и каждый штепт занимается, и я не являюсь исключением. Вот, и продолжаем. Поговорим вообще о Modern Data Warehouse и Microsoft архитектуре. У меня, кстати, вопрос. У меня камера работает вообще? Меня видно? А, не работает. Давайте я включу. Так, лучше будет. Может просто кто-то не помнит, а так узнает. И окей, поговорим про Modern Data Warehouse и поговорим про Microsoft архитектуру, как это вообще Modern Data Warehouse в реализованной Microsoft. И я вам покажу что-то новенькое, которое еще только в небольшом таком превью. Она уже, эта технология уже как бы объявлена Microsoft официально, и мы ее можем показывать, и ее бы, эту технологию, хорошо о ней бы знать и иметь в своей копилке, потому что в скором времени она уже выйдет из превью и будет доступна всем для работы, и клиенты будут всегда спрашивать, будут спрашивать у них, что это такое, как с ним вообще жить. Окей, поехали по Data Warehouse. Вот это старый знакомый традиционный подход построения Data Warehouse. То есть у нас есть какие-то источники данных, у нас есть с вами хранилище данных в какой-то структуре, вне зависимости от того, там, снежинка, либо это звезда. Ну, то есть здесь у нас есть хранилище, где мы храним наши данные. Эти данные, как вы видите, они могут потом доступны быть через аналитические какие-нибудь системы, либо вообще напрямую быть доступны в репорт-системах, которые пользуются пользователями. ОДС — это предагрегированная база данных, преднастроенные какие-то отчеты, которые уже вышли на более, как бы, высший уровень и доступны, например, там, тем же, тому же C-левелу, когда нам необходимо посмотреть именно информацию в кратко, то есть не надо там разбиваться до самого нижнего уровня, а надо посмотреть ИТО. В большинстве случаев в ОДС это уже просчитанные данные по определенным срезам, по определенным, например, там, месяцам, годам и тому подобное. Это, конечно, может делать All-App-системы, но в некоторых случаях ОДС нужна для того, чтобы показать отчет просто какой-нибудь дашбордик, либо еще что-нибудь такое, не предрассчитывая это. Если вы обратите внимание, то основную часть в этой архитектуре занимает хранилище данных, то есть оно главное, оно является тем столбом, на котором строится вся архитектура. И здесь к этой архитектуре возникают иногда вопросы в плане того, что когда к нам заходят какие-то новые данные, что в этом случае мы делаем с вами. Мы пересматриваем, есть ли у нас VTL-процессы, которые позволят выгрузить это. Ага, VTL-процессы есть, отлично. Мы начинаем выгружать данные, понимаем, что наша архитектура не scalability, и мы не можем ее расширить, потому что в большинстве случаев до облачных технологий мы должны были просчитывать такие вещи. С облачными технологиями нам, конечно, стало легче, но все равно мы должны предугадать, когда у нас заканчивается наш объем данных, когда у нас заканчиваются наши ресурсы, и нам надо это масштабировать. В этом случае у нас происходят небольшие простои, которые могут повлиять на принятие решения для пользователей. Также это первый кейс. Второй кейс, когда у нас с вами возникает ситуация, если приходит какой-то очень интересный файл, который либо является неструктурированным, либо он является картинками, либо еще чем-то таким, что наша VTL-система вообще уходит даун и не понимает, что с ними делать. То есть у нас появляется новый подпроект в проекте, который заставляет нас с вами разрабатывать еще какую-то выгрузку и, соответственно, это все поддерживает. То есть каждый новый источник данных для хранилища стандартного подхода, он в большинстве случаев может быть большим вызовом для клиента и вообще для архитектуры. Но с этим это как бы все решаемо, это все легко и просто. То есть мы можем построить ETL, мы можем что-то делать, собрать людей, бизнес, интеллижент девелоперов, которые позволят это выгрузить, как-то решить. Но что делать, когда у нас появляются пользователи, которые хотят сравнивать данные из, например, из источника, то есть RAW-данные, с данными, которые находятся у нас в хранилище. В большинстве случаев традиционное хранилище не предусматривает вообще в плане того, что архитектуры хранения RAW-данных. Мы их преобразовываем, мы их трансформируем, мы их нормализируем и мы их складываем в нашу DWH. И вот здесь как бы мы понимаем, что если происходят вот такие запросы, то в этом случае нам надо что-то новое, что-то то, что позволит нам расширяться, позволит нам делать различные доработки, позволит нам хранить RAW-данные и позволит нам принимать вызовы от внешней среды, как от real-time систем, как от каких-то не структурированных данных. В этом случае у нас появляется вот такая вещь, как Modern Data Warehouse. Как видите, и в этом случае у нас появляется такая вещь, как Modern Data Warehouse. Как видите, здесь роль Data Warehouse немножко смещается. Он уходит в... Он уходит в главной роли, и, конечно, он выполняет одну из главных рулей, но уже не самую главную. У нас появляются такие вещи, как Landing Area Data Hub. Что здесь значит под Landing Area? Landing Area – это наше хранилище RAW-данных. Это различные, как бы, огромное, можно так сказать, озеро данных. Это Data Lake, в котором хранятся RAW-данные, в котором могут храниться снапшоты, вплоть до того, что мы можем прописывать туда различные написания логов, можем направлять туда запись real-time систем. И это все, как бы, хранится в определенной, в нашей определенной сущности, и она всегда доступна для пользователей внутри корпорации. Следующий этап – это уже идет Data Hub. В Data Hub у нас храняется с вами набор различных ETL, различных software tools, которые позволяют нормализировать данные, которые позволяют строить, форматировать, чистить их, трансформировать, то есть работать с такими вещами, как мастер данными. И, соответственно, эти данные будут подготовлены для выдачи в какую-то систему, либо для выдачи пользователей. Как видите, Data Warehouse является одним из основных компонентов Data Hub, одним из основных, точнее, потребителем Data Hub и сюда мы закидываем данные, которые мы нормализируем, которые мы приводим к той структуре, которая находится в Data Warehouse. При этом у нас уже с вами изменяется набор пользователей, которые работают с Data Warehouse. Это в основном бизнес, который позволяет работать ему с отчетами, позволяет работать с дашбордами, позволяет крутить, вертеть эти разные отчеты, смотреть на них в различных разрезах. Но помимо того, что у нас есть Data Warehouse, у нас появляются пользователи различной аппликейшн, которые хотят пользоваться нашими данными. Как все знают, данные – это деньги, и было бы грех на них не зарабатывать. Поэтому в некоторых случаях можно делать такие вещи, как веб-сервисы, пишки, которые будут выдавать информацию для определенных аппликейшн, для определенных пользователей, которые хотят воспользоваться нашими данными. Вплоть до того, что мы можем выдавать какую-то информацию экстернным пользователям из внешних каких-то фирм. Ну, ярким примером у нас является такая контора, как Bloomberg, которая поставляет различную информацию из своих хранилищ данных. И эта информация нам доступна через Bloomberg API, за которую мы должны платить. Это те, кто появились, это новые потребители данных, которые появились у нас буквально в это десятилетие. Также power-юзеры, которые никуда не делятся, это наша головная боль и наше спасение, потому что это эти люди, которые любят копаться с данными, которые любят их смотреть, изменять. Они любят строить отчеты, которые необходимы сугубо им. И, соответственно, они у нас работают именно с уже нормализированными данными, приведенными в нормальное состояние. То есть это не RAW-данные, это уже как бы flat tables, это различные какие-то там CIS-файлы, которые они просто используют для себя, делают различные отчеты, где могут содержать они эту информацию, отчеты, которые могут содержать информацию из различных источников Data Hub. И, конечно, у нас появились наши любимые Data Science пользователи, которым нормализированными данными их теперь не удовлетворишь. Им необходимы как RAW-данные, им необходимы и нормализированные данные, им необходимы вообще какие-то датасеты. И в большинстве случаев им необходимо то, что нету в вашем Data Hub. И в этом случае приходится идти искать, где это есть. Но с этой, слава богу, проблемой Data Science юзеры справляются сами, найти они могут, а вот куда положить они не знают. И поэтому части такой драгоценной информации мы можем обнаружить у них на рабочих станциях. И поэтому в этом Data Environment для этих юзеров вообще появляется отдельная такая цепочка, как Data Science Sandbox, где они играются с этими данными, где они могут их поломать, где они могут их восстановить, где они могут просмотреть все проблемы, которые возникают в рамках этого датасета, найти тренд и так далее. И, конечно, здесь этим же Data Science юзерам предоставляется такая вещь, как часть на Landing Area, где они могут сохранять информацию, которую они вытащили. То есть это как бы, да, это их песочница, где они сохраняют уже источник, который они выкачали и который с ним работает. Потом, если они уже построят модели, эта модель будет уже трудоспособна и она будет показывать то, что необходимо для пользователей, там уже Data Science пользователь будет передавать это Data Engineer, чтобы они перенесли это уже в, как бы, можно так сказать, задеплоили в production и это использовалось уже для наших массовых пользователей. Вторая, вторые пользователи, еще одни пользователи, которые, в принципе, они и были раньше, но на них мало кто обращал внимания. Если вы читали такого господина, как Kimball, то вы обращали внимание на, там есть одна очень хорошая глава в книге по определению ролей при построении, определение ролей пользователей при построении хранилища датаса. И в этом, в этой статье описаны такие пользователи, как Data Steward'ы и либо Data Officer'ы. Их называют парашными. Я, в принципе, предпочитаю Data Steward'ы. Так вот, эти люди отвечают за метаструктуру ваших данных. Как бы, они строят такие вещи, как Data Catalog'и, они строят такие вещи, как Data Glossary'и, и они их поддерживают. Очень часто и очень, когда показываешь эту презентацию, либо у клиента, либо показываешь эту презентацию на какой-нибудь конференции, сразу задается вопрос, что такое Data Catalog. Это хороший вопрос, потому что в 95% случаев, на тех проектах, в которых я участвовал, Data Catalog'а не существовало вообще. Он появлялся потом, когда приходили уже конечные пользователи, такие как Power User, и говорили, ребята, а где нам взять вот это? А где нам вот взять сумму, например? И тогда этот человек идет к Power User, либо к Data Engineer, а Data Engineer залазит в базу данных, начинает искать. Так вот, Data Catalog'и позволяют вам найти, где находится ваша сумма, в каких-то таблицах, и даже дать вам Connection String на эти таблицы и на эту базу данных, либо на какой-то там Data Lake, где хранится эта информация. То есть Data Steward'ы собирают информацию по метаданным, эти данные, они описывают в Data Catalog'ах, состоит из-за такого, как Wiki, Data Glossary, который позволяет обыкновенным юзерам находить информацию, где она хранится. И с такой архитектурой, с таким обилием данных, к сожалению, это уже является одним из основных критериев для построения архитектуры. От Data Catalog'а вы никуда не уйдете, Data Catalog нужен, и без него становится очень тяжело жить. Также, как видите, здесь на этой схеме у нас есть два типа Data Engineer'ов. Это традиционные Data Engineer'ы, которые работают с различными SQL, ETL, tools'ами, делают различные автомейшины, различные ETL-процессы, и появляются Big Data Engineer. Кстати, это может быть один человек, но лучше, чтобы это было разделено. То есть, когда мы работаем с какими-то real-time данными, когда мы работаем с какими-то огромными данными, которые нам надо обработать, тут уже по-любому нужна помощь Big Data Engineer'а. Они всегда обыкновенные ETL-tools'ы с этим справляются. Точнее, они, конечно, справляются с этим, но для этого надо время. И, соответственно, мы смотрим, что лучше. То есть, либо мы потратим, это будет выгружаться, большой объем данных выгружаться очень долго с помощью ETL-процесса, либо это будет выгружаться очень быстро с помощью Big Data Toes'ы. Хотя, тут все зависит от того, как это все настроится. Вот. Вот это вот, что это отображает как бы Data Warehouse и Modern Data Warehouse, и какой он должен быть на данный момент. К сожалению, Data Warehouse уже не покрывает все требования, все возможности, которые необходимы для анализа данных. он не всегда удовлетворяет бизнес так, как ему это, так как он хочет. То есть, Data Warehouse это уже часть Modern Data Warehouse, стандартный Data Warehouse это уже как бы часть Modern Data Warehouse. И здесь у нас уже в данной архитектуре добавляется огромное хранилище, огромное количество различных тузов, огромное количество различных хранилищ. Это уже не только просто нормализированные данные, это уже и Data Lake, это уже могут быть различные какие-то я даже не знаю, блобы, там еще что-то. То есть, это все уже как бы называется даже Data Environment ближе чем Modern Data Warehouse. и для больших корпораций это уже как бы давно используется. Просто они до сих пор используют, не всегда это все соединено вместе, но к этому надо стремиться и, соответственно, с этим надо работать. Что же основные, какие же основные характеристики этого Modern Data Warehouse? Как он должен вообще работать и для чего его вообще строить? Первое, здесь все понятно, это Customer Centric, здесь Customer он основной заказчик, это то, кто приносит вам деньги, на нем надо фактически сконцентрироваться при построении хранилища данных вообще, да и в принципе Modern Data, не в зависимости от approach, это не в зависимости от стандартный Data Warehouse, это не стандартный Data Warehouse, то есть Customer он всегда в центре. он строит ваши бизнес-правила, он строит фактически поведение Data Warehouse. Следующее, Adaptable, то есть хранилище должно быть в большинстве случаев адаптироваться к различным новым источникам, к изменению формата, еще что-то и должно адаптироваться очень быстро, автоматизировано. с автоматизацией тут такой вопрос, я считаю, что если есть бизнес-правила, это бизнес-правило должно быть автоматизировано, если бизнес-правила нету, вы должны найти, сесть с кастомером, заказчиком и найти это бизнес-правило и автоматизировать его. У нас был один такой проект очень интересный, когда мы пришли клиенту, вроде бы у него хорошо правильно построенный дата-верхаус, у него есть уже отличный лендинг-эрия, все чудесно и прекрасно, но в некоторых случаях автоматизация у него не работала, потому что пользователи использовали как бы источником данных у них был Excel и они каждый раз меняли колонки, переставляли и это все падало. То есть если вы автоматизируете, то вы должны выработать бизнес-правила и эти бизнес-правила должны работать для всех. С колонка переставили колонку, бизнес-правила нарушил. Соответственно, не знаю, что за это, там штраф, пенальти, либо еще что-нибудь такое, то есть но автоматизация, если она сделана, она должна работать сугубо по тем бизнес-правилам, которые вы утвердили. Смарт. Ну здесь как бы со смарт все легко и просто. смарт это наши с вами различные данные, которые добываются для различных интеллектуальных и интеллектуальных, ну это больше связано с дата-сайенс проблемами, то есть что наш модерн дата-верхоус он должен не только хранить данные, он должен выдавать еще какие-то решения на основе этих данных, тоже позволять смотреть это все. флексибл, флексибл это то, что я говорил, вы не должны задумываться о том, как нам надо, что, ну то есть, насколько будет проблематично нам изменить архитектуру хранилища, если заходит новый источник данных, этого не должно вообще стоять на повестке на повестке нашего там архитектуры, если что-то зашло, у нас уже есть инструменты, которые мы можем использовать, мы можем просто добавить эти инструменты дальше как бы в скоп исполнения, вытаскивания данных, и соответственно мы сможем дальше работать с новым источником данных, то есть я имею ввиду, что у нас есть какой-то ETL-процесс, да, и какой-то биг-дата-решение, появился новый источник данных, мы оценили его, посмотрели, это мы можем вычесть с помощью биг-дата, все, мы знаем какой-то инструмент нам используется, соответственно взяли эту источник и пошли дальше с ними работать, не надо устраивать какую-то там дискуссию либо митинг по 2-3 часа каждый день, чтобы понять как вытащить, как разобрать Excel и какой инструмент для этого используется. это характеристика очень такая интересная, она практически используется во всех современных архитектурах, она позволяет разделять ответственность за получение преобразования данных между IT и бизнесом. IT у нас еще до сих пор выполняет различную тяжелую работу, то есть он вытаскивает данные, он вытаскивает какую-то информацию, какие-то данные, какую-то информацию и соответственно бизнес должен помогать ему в этом. Теперь если бизнес нашел какой-то источник данных, какие-то данные, он в них уверен, он сказал вот тебе вот это я хочу увидеть. То есть не значит, что бизнес потом прибежал и сказал а вы вытащили вот это то, что я вам говорил, а вот это то, что я говорил, оно неправильно, вы в этом виноваты. Нет, сейчас это должно быть уже разделение и все департаменты, весь бизнес должен понимать, что только вместе вы можете построить нормальную и более-менее адекватную систему Modern Data Warehouse. Modern связано с security. Как бы здесь есть у нас отдельный еще какой-то у нас есть еще одна характеристика, которая больше смотрит на security именно хранилища, но данная часть больше связана с security с тем, что данные они уже не просто у нас лежат, не просто у нас хранятся. Эти данные должны быть доступны только тем, кому они положат. Просто, как я уже говорил, архитектура должна быть простая. Она должна быть простая, как две копейки. То есть вы не должны придумывать что-то такое, что должно утяжелять архитектуру, что должно просто-напросто убивать архитектуру. Один из самых основных моментов, то есть не надо использовать BigData to zoo для того, чтобы вытаскивать данные из Excel. Я понимаю, когда этих Excel очень много, более миллиона либо еще чего-то, но когда у вас один Excel-файл и он используется, обновляется один раз в неделю, то я не думаю, что для него надо использовать что-то типа Apart Spark либо Hive. Поэтому все должно быть просто. Если это Excel, мы можем его выгрузить с помощью простого любого ITL-инструмента. Если это огромный набор данных, это MongoDB либо еще что-то, да, здесь мы должны подходить соответственно, то есть смотреть то, что подходит к нашему источнику. И соответственно Elastic мы не должны задумываться об администрировании хранилища, оно должно позволять расширяться, позволять увеличивать мощности автоматически. То есть как бы да, здесь есть один минус этого проблемы Elastic в том, что чем больше мы потребляем ресурсов, тем больше мы платим за это денег. Но в этом случае если все автоматизировать, как мы говорили для третьей характеристики, если все это хорошо автоматизировать, то возможно у нас не будет возникать проблемы с перерасходом наших ресурсов, с перерасходом наших денег. И в конце концов security, которая позволяет нам определить, какие пользователи должны работать с какими данными, какие пользователи external позволяют каким пользователям можно давать доступ, каким нельзя и тому подобное. То есть данные наше золото, если мы золото будем раскидывать направо и налево, то соответственно никаких мы не получим никакие доходы не получим и можем проиграть некоторые случаи, когда данные для нас важны. по характеристикам и по самой скучной части нашей презентации все, то есть теоретическая часть закончилась, давайте посмотрим на это с точки зрения Microsoft. А можно вопрос? Да, да. Вот, если мы хотим быть такими адаптабл, флексибл, смарт, автоматит и так далее, почему бы нам на предыдущий слайд, если вернуться, почему бы не попробовать уходить от монолита вообще как такового? И соответственно для клиентов, у которых данные из разных доменов, все равно будет куча проблем, даже с таким современным датаверхасом. Почему бы не сделать возможность иметь несколько таких решений под каждый домен, соответственно со своей командой, со своей зоной ответственности, со своей возможности скелиться и так далее. Пусть нам инфраструктура останется одна комплексная, но разделить их. Потому что когда мы разделим, мы получим стандартную ситуацию в том, что некоторые данные будут лежать там, некоторые данные будут лежать там. я же говорю, у нас лейк останется один, хаб останется один, у нас разделится зона ответственности на уровне, скажем, API, на уровне контроля за самими данными, на уровне контроля за подготовками, на уровне каких-то решений, которые позволяют эти данные забрать, либо принести. Да, вот в этой части за вот это как раз отвечает такая вещь как Government, Secure и Flexible. То есть это не говорит, что будет там одна команда сидеть и работать. То есть сюда подразумевается, что сюда может заходить любая команда, которая будет использовать тот пул технологий, который есть в Modern Data Warehouse, который используется сейчас на данный момент департамент. Если вам необходима API-шка какая-то своя, которую вы будете использовать, вам никто не мешает. У вас есть источник, который вы можете подсоединиться к тому же Data Lake либо подсоединиться к тому же Data Warehouse и вытаскивать это так, как вам необходимо и будете работать с этим так. Но именно сам Data Warehouse именно там, где хранятся данные, они должны быть корпоративны, они должны быть разбросаны по департаментам. Что вы будете делать с инструментами, как вы будете с ними работать, здесь только это уже как бы больше ответственность людей, которые вытаскивают даты. Особенно это касается Data Scientist, которые они в принципе работают так, как им хочется. То есть они могут использовать любые инструменты, но уже у себя в своей песочнице. И соответственно в этом случае Monolith есть только в одном месте. Этот Monolith есть на уровне Data Lake и на уровне Master Data Management. это должно быть одинаково для возможно Data Warehouse. Но и Data Warehouse тоже это вещь такая очень интересная. Мы ее можем разделить на Data Mart и соответственно с этими Data Mart будут работать одни, вторые, третьи. Но архитектор желательно, который разрабатывает Data Warehouse был один, чтобы он понимал, что потом что там делается. это не значит, что ваш Modern Data Warehouse вот это все, что я показал, это один монолит. Он включает в себя различные сервисы, различные какие-то API, которые могут быть написаны различными людьми, которые имеют доступ. Я ответил на вопрос? Да, просто с предыдущей схемы это абсолютно непонятно. То есть она выглядит полноценным монолитом. Предыдущая схема это теоретическая схема. Она как изображает вообще Modern Data Warehouse как его видят с точки зрения построения теории. Если вот смотреть у того же Microsoft, вот сейчас мы перейдем на вот эту схему. У нас здесь есть, вот идет разделение Store, где Azure Data Lake Storage, где мы храним информацию о наших данных. И они будут, этот Azure Data Lake Storage, он в принципе доступен для всех. Вот эта вот часть, которая Ingest and Prepare, вот это должна отвечать команда людей, которые занимаются выгрузкой данных. Кто это будет, это надо решать на уровне корпорации. Либо если вы заходите в эту корпорацию как аутсорсер, то здесь вы должны предлагать решение, что вот ребята, мы выгружаем, у нас есть там различные источники данные, у нас есть там, например, логи, там еще что-то, мы можем использовать такие вещи, как Azure Data Factory, либо Azure Databricks. И в этом случае тогда мы делаем какие-то темплейты, мы делаем какие-то выгрузки, мы делаем начальные, которые потом уже клиент может использовать для разработки, для добавления новых источников данных. То есть он видит, как сделано Azure Data Factory, он видит, какой написан код Azure Databricks, как мы его сохраняем, то есть мы его преобразовали, мы вытащили, мы с ним поработали, потом это все сохранили лейки как row done, если здесь не надо никаких преобразований, что вообще что под преобразованием понимается, это может быть какой-то сайт, и нам надо спарсить оттуда табличку, то есть здесь может использовать какой-то код, который будет это парсить, либо напрямую будет просто сохраняться в Data Lake Storage. Дальше у нас уже идет именно модель и предподготовка данных, которые будут храниться в нашем Data Warehouse, и потом визуализация. При этом Microsoft это огромные кусочки, которые могут быть разделены на несколько различных технологий. Вот один из ярких примеров Microsoft Data Warehouse, Modern Data Warehouse и Best Practice, который рекомендует именно Microsoft. У нас есть какие-то различные бизнес-кастом аппликейшены, которые структурированы, и в этом случае нам Microsoft предлагает использовать Azure Data Factory. Причем Azure Data Factory на самом деле представляется здесь как ETL процесс. Он уже практически ETL туза, но с другой стороны он остается до сих пор еще оркестратором, тот, который управляет различными внешними источниками и позволяет преобразовывать данные с помощью этих внешних источников. Эти данные мы можем сохранить в Azure Blob Storage. Здесь немножко я не согласен с этой схемой в плане хранения, потому что Azure Blob Storage он, к сожалению, у нас лимитированный по объему данных. И лучше сюда ставить такую вещь, как Data Lake Storage. Ну, вообще Data Lake Storage 2 версии 2, который тоже построен в... Если зайдете, он сейчас используется такие вещи как Storage, если копнуть туда архитектуру, то в принципе очень будет похоже на Azure Blob Storage. Только здесь возможность поддержки файловой структуры. Вот. И дальше у нас идет Store, где мы храним эти данные, где мы их преобразовываем и потом передаем их с помощью таких вещей, как Azure Data Bricks или Polybase нашего же хранилища данных, Data Warehouse. Причем вплоть до того, что Azure Data Bricks один из Apache Spark, это Apache Spark технология, которая позволяет выступать самим источником данных, то есть вплоть до того, что сделать какие-то трансформации, преобразования и сразу показать в Power BI, например, либо в каком-нибудь визуализаторе. И либо преобразовать, либо хранить это в Data Warehouse, а потом сделать аналитическую какую-то структуру, то есть какую-то метамодель, которая будет храниться в Azure Analysis Services и, соответственно, раздаваться нашим Power User пользователям, нашим бизнес-пользователям, чтобы они могли крутить-вертеть наши запросы, точнее, крутить-вертеть отчеты и с ними, с этими отчетами работать. То есть это будет, например, Excel, это может быть Power BI, это может еще какая-то третья туза. Что же касается реал-тайм систем. С реал-тайм системами они уже как сенсоры и все остальное они плотно вошли в нашу жизнь и, соответственно, являются в большинстве случаев не структурированы, то здесь Microsoft предлагает использовать Azure HD и сайт, а именно Kafka, стримить это с помощью все это стримить и сохранять, либо показывать как при алтайме, либо сохранять историю в Azure Data Warehouse. Либо использовать Azure Cosmos DB, но как бы если посмотреть, на самом деле это, вот этот подход, я думаю, если вы подсчитаете, сколько это денег попросит с помощью, сколько денег попросит Azure за вот эти все вещи, один только SQL Data Warehouse стоит, по-моему, самый дешевый полтора доллара за час, то же самое недешево стоит Azure анализа сервиса, Cosmos DB, в принципе, если его приготовить хорошо, то он будет стоить очень дешево. Из дешевых решений, которые здесь есть, это Data Factory, Databricks, ну, HD Insight не очень. Это все, Microsoft как бы понимает, говорит, что да, все чудесно, прекрасно, у нас есть такая проблема с, это будет дорого, Modern Data Warehouse, и он не всегда это подходит для пользователей, мы понимаем, что часть данных, это просто, как бы часть архитектуры отрывается, мы бы хотели бы построить в этом случае такую вещь, которая бы помогала пользователю. Вот то, что я показывал вначале, Modern Data Warehouse, обратите внимание, то есть у нас есть вот наша вот эта вот часть, различные наши источники, различные наши тулзы, которые используются для Modern Data Warehouse. Microsoft предлагает сделать вот такую вещь. Здесь у нас появляется такой чудесный, прекрасный инструмент, который называется Azure Synapse Analytics. Он объединяет все, все, что показано было на предыдущем рисунке, он позволяет вытаскивать данные из он-премеса, клауда, он позволяет работать с реал-тайм системами, делать различную, вытаскивать данные в реал-тайм, хранить данные это на Azure Data Lake Storage. Он позволяет расширяться, он позволяет увеличивать объемы своих хранений данных. И, конечно же, все, что здесь security и government, все это поддерживается в Azure Synapse Analytics. Ну, Power BI визуализация, он на самом деле не идет отдельным, он на самом деле встроен уже в Azure Synapse Analytics и, соответственно, полностью заменяет этап визуализации. Фактически Synapse Analytics он представит Synapse Analytics студии, она построена на двух аналитик рунтаймс, это SQL, это раньше был SQL Data Warehouse, то есть поддерживает массив параллель процессинг, движок массив параллель процессинг и, соответственно, Apache Spark. Apache Spark это тот же Azure Data Bricks, который позволяет строить различные код на Python, .NET, JavaScript, R поддерживает не только Apache Data Bricks, но еще и SQL. И Azure Data Lake является одной из части CDM-моделей, которая используется в Synapse Analytics и позволяет работать в рамках только одной этой вещи. С одной стороны, то, что я рассказываю, оно сейчас выглядит на самом деле, мы говорили про микросервисы и все остальное, в итоге мы пришли можно так сказать к монолиту, который будет работать на благо Modern Data Warehouse. Но на самом деле нет, потому что здесь уже выделяются такие вещи, как в Synapse Analytics вы можете сделать Workspace, в рамках которых будут работать ваши пользователи. То есть Azure Data Lake Storage и различные SQL-пулы это будет вашим источником данных, куда вы уже затягиваете данные, они будут там храниться, это ваш Data Warehouse и соответственно ваша Landing Area. А остальное все уже просто преобразовывается с помощью Workspace, которые предоставляет Synapse Analytics Studio. И каждый отдел, каждый департамент может работать в рамках своих Workspace. Выглядит это все у нас вот так вот. То есть вот такой Synapse Studio. Вы заходите, у вас есть уже где-то данные, у вас есть разработка, у вас есть аркестрация, вы можете мониторить, вы можете управлять различными данными. То есть вы их вытягиваете, изучаете, анализируете и визуализируете. Вот один из примеров, когда мы работаем со SQL запросами, когда пользователь зашел, у него доступно какое-то хранилище данных, он делает запрос к этим хранилищам данных, позволяет получать визуализированную информацию по своим данным, либо в виде таблиц. Если этого нам не хватает, то мы можем всегда перейти на более интересный уровень и построить такие вещи, как визуализация с помощью Power BI. Также мы можем создать Power BI датасеты в рамках синапсис аналитика и соответственно потом эти Power BI датасеты используют в нашем Power BI. Эти датасеты будут доступны и они будут предподготовлены. Например, вы хотите предподготовить для каких-то C-level какого-то репорта, вы можете это все сделать здесь, а потом расшарить для Power BI и соответственно Power BI настроить либо импортировать ваш чок, который будет доступен. Это вот что изменится в ближайшее будущее, то есть фактически те элементы, которые были показаны на первой картинке, они будут доступны пользователям, они будут доступны отдельно, но Microsoft будет рекомендовать, если вы строите Modern Data Warehouse, либо вы строите какое-то огромное хранилище корпоративного типа, Microsoft будет рекомендовать вам использовать Synapse Analytics, потому что в этом случае вы можете использовать несколько вариантов работы с данными, как стандартный подход с SQL данными, так и подход с использованием Big Data технологии, то есть фактически Microsoft все это объединила в одну часть и в одну от УЗУ и позволила теперь пользователям не выходить откуда-то, не выходить из Synapse Analytics студии, не собирать это все по всему порталу Azure, а работать в рамках только сугубо вот этой вот Tozy. Доступна она, скорее всего, будет уже на мае месяце и в мае месяце уже можно будет использовать ее и предлагать клиентам. На данный момент она доступна в Privat Preview для определенных клиентов, но уже было анонсировано, по-моему, на Build Day было анонсировано этот Azure Synapse аналитик. И на этой замечательной ноте здесь вы можете почитать про теорию, также вы можете посмотреть по Modern Data Warehouse, Glossary, что это такое, как это такое. Как видите, если вторую ссылку перейдете, это еще с 2017 года у нас появился подход и, соответственно, он на данный момент развивается, он превращается в монолит, он расходится в различные микросервисы, но подход остается один и тот же. Первая ссылка вам это на ночь почитать, очень хорошая вещь по характеристикам Modern Data Warehouse, именно теоретическая она очень под нее хорошо засыпается. Поэтому рекомендую. И на этом все. Если у вас есть вопросы, дискуссии, давайте как раз у нас, я понимаю, есть 15. Вопрос по САРСам, Евгений, если можно. Ажур Синап Студия, она может умненько забирать данные с опишек, с каких-то, с Google Аналитики, насколько она всеядная. Смотрите, она тут такое, в превью она еще не всеядна. В будущем она всеядна. один из примеров, которые показывали на билде. Если вы забьете в Google там демо Эжур Синап Аналитик, вы найдете, как ребята из Microsoft вытаскивали данные с BigQuery для обработки в Эжур Синап С. Пока она не очень всеядна, но она расширяется и будет всеядна в принципе нормально. Почему? Потому что во-первых, вы используете Azure Data Factory, то есть вот эти Prepare Ingest там все-таки находятся Azure Data Factory, а она на данный момент имеет хороший набор дата сорсов. А второе это Azure Databricks, который позволяет вам использовать различные драйвера, различные Python библиотеки, которые позволят вам достучаться до ваших данных. То есть мы можем в простом каком-то варианте использовать, если нам не хватает функционала, тогда Data Factory подключили. Да, Data Factory подключили. Но там на самом деле первое, что получится, то есть он попробует вам предложить просто сделать обыкновенное копирование, то есть когда вы будете то есть это копии one-to-one, если вам это не устраивает, то он может потом там можно перейти в Advanced Functions и попытаться это сделать по-другому, то есть добавить какую-то логику, какое-то еще что-то, то есть вы можете творить там все что угодно. не в такой степени все что угодно, но в большинстве случаев Azure Synapse Analytics решает очень много проблем с данными, то есть вытаскивает и поддерживает очень много. Евген, вопрос по поводу SQL Data Rehouse и Synapse. Он тоже рекомендуется одного терабайта данных или его можно как-то более? Ага. Ну, на самом деле Azure Synapse Analytics он дорогой, то есть он всегда будет дорогим, то есть и он основан для корпорации, то есть именно когда у нас есть огромный набор данных из различных источников. Если у вас есть небольшой набор данных и этих данных не очень сильно много, там до одного терабайта, то лучше использовать Azure SQL Data Warehouse в Azure SQL DB, а потом просто когда вы перейдете эту грань, вам надо будет импортировать все в Azure SQL Data Warehouse. Спасибо. Не скажу, что это будет просто. И подскажи, пожалуйста, по дата каталогинга, не упоминалось. Дата каталог здесь не упоминалось, да, есть у Microsoft Azure Data Catalog. Ну, первая версия, это понятно, да. Ну, да, она первая версия, в общем. Я имел в виду, может, вторая версия, это MVP, превью какое-то было или что-то подобное. Да, в общем, ждите. Я только могу сказать, ждите. То есть, надежда есть. Окей, еще у кого-то есть вопросы? Да, если стэк не Microsoft, а, скажем, Амазона или Гугля, аналогичная имплементация, где-то есть описание? К сожалению, у Амазона и у Гугла это все будет собираться из различных этих компонентов, то есть, что-то типа Azure Synapses нет у них. В принципе, по Modern Data Warehouse для Амазона где-то был Best Practice, даже его можно поискать в Гугле. По Гуглу не могу сказать, честно, я с Гуглом работал, но не на уровне построения Modern Data Warehouse. Возможно, есть, но я не отвечу на этот вопрос. То есть, по Амазону знаю, что есть документы. Спасибо. Я так понимаю, что в Гуглом все-таки концепция, эта платформа идет просто как хорошее дополнение к концепции, которую реализуют. Это да, потому что если бы я был бы не Microsoft MVP, а связан с Амазоном, я бы вам показал бы концепцию, ну, то есть, как бы рассказал бы концепцию, показал бы, как это настроить на Амазоне. Но фактически как бы то, что мне сейчас нравится у Microsoft, это действительно они сделали очень интересный подход с Azure Synapses. насколько этот подход будет работать, насколько он будет дальше плыть, я не знаю. То есть, это все зависит от того, как воспримет это клиенты. Но Microsoft никогда не делает все просто так, потому что они очень зависимы от их клиентов и, соответственно, Azure Synapses на Литик появился, потому что одни из таких клиентов запросили что-то, что могло бы позволять управлять и работать с большими объемами данных. Окей. Еще, если есть вопросы, задавайте. Таня, вроде, спасибо большое.